и снова всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами как всегда не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находитесь на канале московский обжора и сегодня уже на улице 22 января 2018 год ребята и несмотря ни на что я плюнул на все на всех на все собрался взял себя в руки и поехал снова за покупочками а знаете куда на этот раз а в магазин пятерочка которая выручает и я уже ребятушки только что приехал домой и сейчас хочу с вами поделиться своими покупочками которые я там только что в магазине пятерочка а совершил ребята даже не знаю с чего и начать давайте пожалуй начнем вот с такой вот замечательной и очень вкусной икры что я хочу сказать у них опять на эту икру в магазине пятерочка была акция вот и цена вот за эту банку по акции составляет цена за одну естественно банку 36 рублей 90 копеечек в каталоге я эту икру у них видел но я не знаю лень если честно ребятам не идти за каталогом а точно я не помню когда она должна эта акция кончится с какого она и по какое число я не помню и вот я сегодня в пятерочку приезжаю и если честно я вообще забыл про эту икру и у меня вообще не было в голове об этой икре ничего так просто я не знаю попал туда это самый хожу брожу и вот смотрю ребята увидел я на витрине лежит это сам эта икра гляну я а там всего лишь ребята одна только банка вы представляете только одна банка и ценник висит желтый и написано надо брать акции и цена а вот за эту банку у них составляет естественно за одну штуку 36 рублей 90 копеечек а я хотел взять больше банок а нифига не было всю разобрали еще кстати бывает такая же точная икра от этой же точно фирмы а трески а в моем случае я сегодня купил последнюю банку забрал с витрины но я не знаю ребята может быть у них там на складе есть там может может у них ее полно а может они специально ее как бы не успели выложить на витрину а может быть они все об этом наверняка знают просто думают по акции вот раз продадут что у них осталось на витрине все а то будут опять в два раза дороже продавать или в три не знаю а спрашивать я что-то не захотел не то что унижаться там перед ними но как правило там работников по залу как правило нет и надо ходить их искать где-то нафиг мне это надо я забрал эту одну банку положил в продуктовую свою корзинку и пошел совершать другие покупочки вот посмотрите мои хорошие фирмы от называется лукоморье икра минтая а соленая пробойная пастеризованная вот икра минтая а юридический так изготовить оо тисей а юридический адрес российской федерации московская область красногорский район деревня путил кого а адрес производства обособленное подразделение о тисей российская федерация московская область а солнечногорский район район рп андреев к но вот такая вот и корочка с ключом что очень радует я уже ее покупаю не первый раз и она нам с ленкой очень и очень нравится вес здесь в этой банке 130 граммов очень свежие а сделали 14 ноября 2017 года одну банку я взял вы поняли да почему потому что больше не было и там же в пятерочке я сегодня купил вот такую вот сайру буду надеяться что она очень и очень хорошие а дело все в том что там сайра продавалась несколько видов то есть фирма была красная цена и за банку цена составляла где-то плюс-минус 50 рублей это вот цена вот за эту банку 54 рубля 90 копеечек ведь как дешево знаете почему ребята потому что на нее сегодня была масштабная глобальная акция надо брать а так это сайра очень этой фирмы и очень дорогая и вот я это самое хотел побольше нам понабрать а у меня с собой денег не оказалось много мало у меня с собой денег было да и я еще не знаю как она хорошая или или не очень но я взял эту банку с витрины и начал это булькать вот так вот и она не булькает практически это говорит о том что там рыба набита битком и даже должна быть очень хорошего качества так значит хватит болтать давайте читать сайра тихо океанская натуральная с добавлением масла срок годности срок годности не более 36 месяцев это значит три года с даты изготовления при температуре так от 0 до плюс 25 градусов и относительной влажности воздуха не больше 75 процентов так вот и что я хочу сказать ребята так изготовитель значит тут очень мелко написано завод номер е-47 это а о преображенский рыбокомбинат адрес приморский край лазовский район поселок преображение улица портовая или портовая дом 4 натуральные рыбные консервы масса рыбы основного сырья не меньше ставать 180 граммов и что я хочу сказать ребята чем не это сайра понравилась эта фирма то что она сделана это что это сайра натуральная а то еще сейчас возьмешь дешевую сайру а там написано что она сделана из замороженного сырья а это вот нет это вот свежая натуральная рыба то есть должна быть очень качественная да вообще она дорогая это просто акция была сегодня поэтому я ее так взял дешево так в этой банке что очень радует 250 граммов фирма называется монолит так сделано в россии на дальнем востоке вот что очень и очень радует на дальнем востоке поставщик о монолит москва сайра это гостовская вот знак качества стоит так сделали хоть ее 10 декабря 16 года но срок годности у нее три года поэтому она еще очень и очень свежие вот вот такая вот сайра вроде я вам все показал так это дата изготовления указан на крышке на дне банки в первом ряду номер завода но это нам не надо после вскрытия банки консервы хранить в бытовом холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов не больше 24 часов продукт стерилизованы готов к употреблению вот такая вот сайра и цена вот за эту банку по акции я сегодня отдал я купил одну банку 54 рубля 90 копеечек так убираем ее в сторону так дальше и куда ребята русскому человеку без белого хлеба и поэтому я снова как всегда по традиции по нашей русской купил а два батона вот такого вот хлеба белый хлеб белый красная цена в этом батоне 380 граммов конечно обидно уж не могут сделать 400 граммов пусть бы лучше на рубль этот хлеб стоил бы дороже но вес был бы 400 граммов так нет вот хлеб белый красная цена значит так я купил два батона и вот раз батон до видите и вот второй батон два батона и цена вот за один батон естественно составляет такого хлеба 12 рублей 90 копеечек все ребята на этом точно все и того я сегодня 22 января 2018 года в магазине пятерочка которая выручает потратил под итоговую сумму моих покупок которая составила 117 рублей 60 копеечек а пятерочка мне эти 60 копеечек округлила и сумма итоговая к оплате составила ровно 117 рублей я так и я так и давал наличными 117 рублей ровно и главное ребята сегодня произошла такая ситуация кассирша можно сказать на кассе не буду говорить в какой я был пятерочки можно так сказать спала ну какая-то была уставая и я и главное даю свою эту карту лояльности карту выручайку она ее как-то взяла положила ну и все мне как бы посчитала все такое дала сдачу дала мне мои продукты оплаченные я их убрал в свою продуктовую корзину взял сдачу а карту она мне не хочет отдавать я гуля карту ты мне дайте а она даже ничего не сказала взяла и давай ну короче забыла ну просто не знаю какая-то сонная она была невнимательная и что самое интересное когда я заглянул в свой чек там не оказалось по этой по этой карте по выручайте никаких операций то есть не сделано мне никакую скидку ну уснула про это кассирша что теперь сделаешь с кем не бывает я уж не стала возвращаться и говорить и об этом потому что господи из-за каких-то там я не знаю 50 копеек что мне вот с этих покупок прямо очень много было бы бонусов но все равно конечно неприятно все таки как говорят у нас в русском народе копейка копейка рубль бережет и без копейки ребята не будет и миллиона и без копейки не будет и миллиарда а тем более уж копейка бережет рубль ладно бог с ней вот такие вот дела не вешайте нос не забывайте подписываться на мой канал и не забывайте ставить мне пальчики кверху не забывайте ставить пальчики к низу дизлайки писать комментарии и не забывайте про колокольчик и не забывайте делиться моими видео в социальных сетях но на этом точно все с вами был как всегда не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находились на канале московский обжора здесь вам всегда рады не забывайте заходить ко мне почаще в гости все пока ребята пока